Добрый день. Поступил ряд вопросов, в том числе от Юрия Вячеславовича, рассказать о времени, о начале 90-х годов, о том, что происходило в законодательном собрании в то время, значит, о залоговых аукционах. В частности, он мне задаёт такой вопрос. Правда ли, Алексей, что в то время одним из основополагающих порядков проведения залоговых аукционов для более серьёзного управления, введение их из-под контроля правительства, предлагалось Борисом Николаевичем Ельцином. Следующая система. То есть, на поле чудес должны были выносить две шкатулки и чёрный ящик. И Кубович на барабане крутил бы активы, и там участники могли участвовать. Не знаю. Я знаю, что нужно спросить у тех людей, которые в то время работали в этой сфере. Например, Михаила Касьянова. Он всё-таки, мне кажется, больше информации обладает. Единственное, что я знаю про Останкино, что там есть хороший парк. Перед телецентром пруд выкопан, необлагороженный. За телецентром хороший парк, где уже 30 лет и Кубович, и все остальные его товарищи высаживают в фруктовые сады. Потому что там недалеко имение Остафьево, имение Останкино. Русский парнас, это Остафьево, а там имение Шереметьево, Останкино. И вот там принято жить богато. Принято жить богато, и поэтому фруктовые сады являются атрибутом богатой жизни, аристократичной. Поэтому Леонид Аркадьевич ездит в Остафьево и там рядом сажает фруктовые сады вместе с товарищами. В общем-то он окупается в справедливости и во фруктовых садах. Можно так сказать.